Здравствуйте, мои дорогие зрители, а скорее всего, наверное, зрительницы. Сегодня такая очень личная, уютная и домашняя тема, как цвет волос. Что он значит для меня? История из моей личной жизни. Я хочу вам немножко об этом рассказать, потому что я знаю, что вы этим интересуетесь. Меня очень часто спрашивают, натуральный ли этот цвет волос у меня, или я так крашусь под седину, и почему я коротко постриглась, и что мне было гораздо лучше с длинными волосами. В общем, эта тема так или иначе постоянно муссируется, переходит из видео в видео. Я решила немножко окунуть вас в мою личную жизнь. Итак, мои волосы. Я понимаю, что для каждой женщины ее волосы – это огромный такой пласт жизни, с которым связано очень много всего святого, и я бы даже сказала священного. Мало того, что это просто внешний вид, но это еще и не только внешний облик, это еще и отражение внутреннего облика женщины. Но я думаю, что спорить со мной никто не будет. Видите, уже это давно доказано, что женские волосы – это и оберег своего рода, это и талисман, это и способ привлечь мужчину и так далее. Итак, мои волосы. С самого детства мама преследовала цель отрастить мне длинные волосы, чтобы заплетать косы, и она добилась-таки этого. До третьего класса у меня были очень длинные волосы. Это были косы до попы, русого, темно-русого цвета, и очень толстые, очень густые волосы. И мама прикладывала немало усилий для того, чтобы меня расчесать утром, перед тем, как отправить в школу. Уже не говорю о том, что это было очень трудно мыть эти волосы. Мокрые волосы очень трудно распутывать. Поэтому прибегали к самым разным ухищрениям. В то время, в 70-е годы, в 60-е и 70-е годы, еще не было этих современных средств для облегчения расчесывания волос, как бальзамы, маски. Тогда мы использовали какой-то самый примитивный яичный шампунь. Насколько помню, детское мыло, и для споласкивания волос мама использовала, по-моему, воду, разведенную с уксусом. Вот, насколько я это запомнила из своего детства. Когда я перешла в 4-й класс, я решила постричься. И, несмотря на уговоры мамы оставить все-таки косы, я убедила ее, что мне нужно постричься коротко. Скрипя сердце, мама отвела меня в парикмахерскую. Но, наверное, больше сопротивления я встретила не со стороны мамы, а со стороны парикмахерши. Она пришла в ужас от того, что девочка с длинными, густыми волосами, с толстыми косами хочет остричь эти косы и сделать себе короткую стрижку. Но мы убедили ее, что решение принято окончательно бесповоротно. Меня постригли. Вот тогда это называлось молодежная стрижка. Стрижка молодежная. Это вот так все было под мальчика пострижено. Если учитывать, что волосы мои от природы прямые, совершенно прямые, совершенно жесткие, то выглядело это, ну, в общем-то, так по-мальчишески. Я стала похожа на мальчика. Конечно, одноклассники были в шоке. Но все привыкли к этому, да и я тоже привыкла. Да и к тому же в это время я уже начала заниматься спортом, лыжным спортом. И косы мне явно мешали. Они мешали мне при беге на лыжах. На них неудобно было одевать спортивную шапочку. И когда я остригла свои длинные косы, то стало гораздо удобнее заниматься лыжным спортом. Волосы мама оставила. На всякий случай, мало ли, вдруг пригодятся какой-нибудь шиньон сделать. И они долго хранились у нас в семье, мои косы. И где-то лет до тридцати это были то волосы до плеч, что это было коре. То чуть длиннее, то чуть короче. Но это всегда была какая-то женская стрижка. Я периодически пыталась делать какие-то кудри самыми разными способами. Вот странная вещь, да? Те, кто имеют прямые волосы, стремятся всегда сделать себе кудри. А те, кто имеют от природы кудрявые волосы, почему-то активно стремятся их распрямить. Парадокс. Ну вот это происходит. Потом, когда я закончила институт и стала уже взрослой, мне захотелось поменять цвет волос и из темного руса я превратилась в рыжую. Причем это произошло нечаянно. Мне посоветовали покраситься хной. Я это сделала. Ну и, понятное дело, хна превратила меня в рыжую. Такую рыжую обезьяну. Если найду фото, обязательно прикреплю ее к этому видео. Быть рыжей меня как-то устраивало несколько лет. Потом пошла в моду блондинистость и мелирование. Я выбрала мелирование и стала мелироваться с самыми разными красками. Это было и с белым, это было и с белым, с красным, и с розовым. Ну, в общем, я экспериментировала. И довольно долгое время ходила с мелированием. Но потом победил тотальный блонд. И где-то, наверное, после 40 я стала тотальной блондинкой. И была ею до 53 лет. То есть вот ровно до того момента, пока я не прошла свой первый курс очищения по огонян. Что же произошло летом 2016 года, когда я остригла свои блондинистые волосы, которые к тому времени уже превратились просто в мочалку. Потому что столько лет окрашивания, тем более окрашивания самостоятельного, такого не щадящего, с самыми разными красками, сделали, конечно, волосы мои, ну, превратили их в не очень хорошее состояние. То есть это была вот действительно очень такая грубая мочалка. Так что же произошло? А произошло то, что пройдя курс условного голодания, то есть очищения организма по морве огонян, в течение 21 дня я находилась на жидком питании. Потом я стала выходить на сыроедном питании. За это время мой организм очень сильно почистился. Очень хорошо почистился, очень прилично. И все признаки и симптомы этого очищения были налицо. То есть из меня выходило очень много всякой дряни. Простите за такие интимные подробности. Но к концу этого курса, точнее уже находясь на сыроедческом выходе, я вдруг поняла, что моё тело начинает отторгать всяческие химические вещества. Будь то дезодорант, будь то парфюм. И когда дошла очередь до окрашивания волос, потому что у меня на тот момент уже очень активно лезли седые волосы. Очень активно. Это уже было больше 50% седых волос. Я увидела, что у меня мой блонд отрос и полезли седые волосы. Я пошла в магазин, чтобы купить себе в очередную раскраску, чтобы покраситься, закрасить корни. Но когда я вошла в магазин, где я обычно покупала краску для волос, меня обязательно затошнило от запахов. Я оттуда выскочила, и я поняла, что я не только не могу сейчас покрасить голову, я даже не могу зайти в магазин и что-то купить, потому что мне не выносим этот запах. Настолько мое тело стало восприимчивым ко всему химическому, что я не смогла переступить через себя. Я поняла, что я не могу красить волосы. Я пришла домой, стала думать, что мне делать. Я посоветовалась с мужем. Мы тут совместно приняли решение, что мне нужно просто все состричивать, просто стать седым ежиком. Вы знаете, у меня не было вообще ни одного колебания, ни одного сомнения. Я не знаю почему, но вот этот курс очищения, он сделал со мной какие-то чудеса. Я стала очень решительной, я стала уверенной в себе. Я перестала комплексовать. В итоге мы с мужем поехали в магазин, мы купили эту машинку постригальную, и муж, собственно, ручно меня прям под машинку очень-очень коротко постриг. То есть я превратилась реально в такого ежика с торчащей сединой. Когда я посмотрела на себя в зеркало, я поняла, что это вообще другой человек, я кардинально изменилась. Но меня это не испугало. Мой муж тоже был вполне доволен, ему понравился мой новый облик. Он сказал, что у меня сейчас как бы заново увидел другими глазами и влюбился в очередной раз. Вот так началась моя эпопея со стриженными седыми волосами. С тех пор, с 2016 года, я больше никогда не красила волосы, я больше не отращивала их длинными, я все время хожу стрижкой. Просто я ее немного модернизировала по просьбе моей дочери, потому что она сказала, что ходить совсем уже бритой, это как-то неприлично. Но в итоге родилась вот эта вот стрижка. И когда меня спрашивают, натуральная ли это моя седина, я совершенно честно и искренне отвечаю, что да, я не делаю ничего со своими волосами, чтобы придать им какой-то оттенок. Это моя седина, это мой теперешний цвет волос, хотя некоторые мои зрители замечают, что вроде бы как будто бы у меня начало прибавляться темных волос. Но я не знаю, скорее всего, это игра света, может быть, какая-то в разных случаях по-разному стоит камера. Я во всяком случае не замечаю, чтобы у меня отрастали темные волосы, по-моему, все вот как-то стабильно седое. Вот такая вот моя история с моими волосами и какой вывод я делаю из всего этого сказанного. Вот этот метод очищения организма, который я практикую с 2016 года, он делает меня и, в принципе, любого человека, который практикует это постоянно, более естественным. То есть, поскольку этот метод относится к натуропатии, а натуропатия – это оздоровление естественными методами, то, собственно, и все желания тела становятся естественными. То есть, хочется естественной еды, хочется какого-то естественного ритма жизни в соответствии с биологическими часами, хочется естественных запахов, естественных красок, то есть природных. Все чужеродное тело так или иначе отторгает. Я нисколько не сокрушаюсь по поводу отрезанных волос, хотя мне и пишут, что я выглядела тогда лучше. Ну, может быть, я и выглядела лучше, но чувствую я себя лучше именно сейчас. Сейчас, когда у меня вот эта моя стрижка и эти мои седые волосы. Вот, вообще, конечно, да, женщины очень много внимания придают своей внешности и, в частности, своим волосам. Но про себя могу сказать, что я очень долго чувствовала себя каким-то пацаненком. Может быть, спорт повлиял, может быть, еще какие-то наследия прошлых жизней, может быть. Но я долгое время не ощущала себя по-настоящему женщиной. И, наверное, только сейчас, после 50-ти, ко мне наконец-то пришло осознание, что я все-таки женщина, что я пришла в этот мир, чтобы украшать его собой. И именно в этом возрасте у меня родилась идея создать женский проект или женский клуб для женщин, которые не хотят стареть. Я так и назвала его. Женщина после 50-ти, как сохранить здоровье, молодость и красоту. И я вижу, что вот та команда, которая у меня уже набралась в этом клубе, мы все единомышленницы, мы все думаем очень, думаем прогрессивно. Мы не перемываем замусоленные темы, как нам выглядеть, какие нам краски использовать и так далее. Мы действительно заботимся о более глубоких вещах, мы заботимся о своем здоровье, о том, чтобы нам как можно дольше радовать собой, своей красотой и молодостью своих близких, ну и себя, конечно же. А радовать себя всем этим и радовать других своими прекрасными внешними данными мы, конечно, можем исключительно благодаря своему внутреннему здоровью. Поэтому мой клуб для женщин после 50-ти это такая мастерская здоровья, где мы обсуждаем самые различные темы. Я приглашаю всех желающих женщин после 50-ти, до 50-ти. По большому счету, это не очень важно, сколько вам лет. Главное, насколько сильно вы не хотите стареть. Я приглашаю всех женщин, которые не хотят стареть в наш клуб. И все подробности об этом клубе, об этом мероприятии можно посмотреть по ссылочке, которую я оставлю внизу под этим роликом. Субтитры создавал DimaTorzok На сегодня все. Надолго не прощаюсь. Ваше Байче.